15 миллионов россиян в ближайшие годы могут остаться без работы. Это прогноз от экспертов Минтруда. Под угрозой прежде всего продавцы и охранники. Якобы вскоре на замену им придут роботы. Есть ли реальная угроза потерять работу, разбирался Денис Козлов. Мы дома выполняем задания, нам ставят оценки, балл. Если бы еще пару лет назад Сергей услышал, что снова пойдет учиться, наверняка бы посмеялся. По специальности мужчина слесарь, но работал сначала 5 лет плавильщиком на заводе, потом еще 5 стекольщиком. Перспектив не было, да и проблемы со здоровьем поставили крест на физическом труде. Поэтому Сергей решил отучиться на программиста. Здесь обучение длится 5 месяцев. После обучения, по факту, мы уже не пойдем на полную ставку. Сначала стажерами пойдем. Год, два, может быть, больше, может, меньше. Но оно того стоит. И, конечно, в жизни надо что-то менять. О серьезных переменах на рынке труда накануне заявил депутат Госдумы Олег Шейн. Народный избранник уверен, что работу потеряют не только охранники и продавцы, но даже банковские служащие. Их заменят онлайн-системы, а товары в магазине все будут покупать самостоятельно по QR-коду. В вузах подтверждают, наступило время, когда компьютеры заменяют людей. На некоторые специальности и студентов набирать скоро не будут. Не так много становится мест на документоведов и связанных с архивом, с ведением архивов. Не столько у нас много архивов, не столько там людей работает. Сейчас очень много оцифровывается. И поэтому, наверное, со временем документовед, как вот, либо архивариус, он, наверное, сойдет на нет. У специалистов из Сколково прогнозы еще печальнее. Под угрозой исчезновения десятки профессий. В 2030-м у неактуальными станут переводчики, риэлторы и даже инспекторы ДПС. Ведь на улицах становится все больше камер. Но специалисты по подбору персонала данные совсем другие. Продавцы – самое востребованное вакансию работодателей. Есть спрос и на физический труд. Профессии не исчезают, а просто проходят ребрендинг. Продавец, да, его просто переименовывает в профессию менеджер по работе с клиентами, а дворник – это сотрудник клининговой организации. Но эти профессии, как были на рынке труда, они такие останутся, они никуда не денутся. Потому что человек – это рабочая сила, и никакой робот его никогда не заменит. Тем не менее, рост безработицы с нынешних 3 до 8 миллионов в ближайшие 5 лет прогнозируют в Минэкономразвитие из-за повышения пенсионного возраста. В противовес аналитики предрекают и спрос, но уже на труд с применением последних достижений техники. С течением времени эволюционирует любая профессия. Так раньше, чтобы корреспонденту выйти в прямой эфир, требовалась целая машина, так называемая передвижная телевизионная станция с кучей громоздкого оборудования. Затем ее заменили вот такие вот камеры и специальная приставка. Ну а сегодня достаточно иметь более или менее мощный сварфон и выход в интернет. Поэтому искать себя в чем-то новом россиянам, возможно, и придется. Одно точно, чтобы оказаться востребованным, всегда нужно держать руку на пульсе технологического прогресса. Денис Козлов, Валерий Чащин, 7 канал.